На период резкого понижения температуры воздуха 16 по 25 января в Солнечногорском городском хозяйстве организован график дежурств ответственных лиц. Готовиться к холодам мы начали еще в прошлом году. То есть при помощи администрации, нам администрация выделила дополнительные деньги в размере 5 миллионов рублей. Мы создали аварийный запас. То есть сейчас у нас на случай аварии есть все материалы. И вот сейчас мы ими успешно в этом году пользуемся и достаточно оперативно устраняем. Олег Скосырский сообщил Андрею Шпаку о сформированных дополнительных аварийных бригадах в Солнечногорском водоканале, теплосети и в гараже спецтехники. К возможным авариям в коммуникациях готова круглосуточная аварийно-ремонтная диспетчерская служба. В ее состав входит более 20 человек, готовых в любую минуту выехать на место происшествия. Постоянно круглосуточно дежурят две машины аварийных. Днем с 8 до 5 еще третья аварийная. При необходимости ночью не вопрос, то есть созданы бригады, соответственно людям оплачивается вот это дежурство на дому. К сильным морозам полностью готовы, говорят и сотрудники Солнечногорского филиала Московской областной электросетевой компании. По словам руководства предприятия, здесь сформирован запас необходимого оборудования и материалов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, энергетики готовы направить на ее ликвидацию дополнительные аварийные бригады. С 16 числа на период похолодания установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Солнечногорских районных распределительных сетей на территории базы. Одновременно с оперативно-боездной бригадой, которая работает круглосуточно, добавлена еще одна бригада эксплуатационной бригады. Руководство городского оперативного штаба напоминает, что в случае аварийной ситуации жители в любое время могут обратиться в Солнечногорскую аварийно-диспетчерскую службу по телефону 05. Диспетчеры обязаны принять каждую такую заявку.